Девочки, мальчики, ну что, я вас приветствую на основных каналах Нейроведьмы и снова увлекательная тема про отношения. Я бы, наверное, назвала ее там топ-7, возможно, топ-8 вопросов, которые чаще всего волнуют женщин в отношении. Знаете, это популярная достаточно тема, знаете, как блогеры обычно говорят, там 10 фактов о вовне, там топ еще что-то. Я действительно собрала вопросы, которые вы очень часто задаете, когда приходите на личные консультации, на просмотр своих там любовных дел. Вот, ну я думаю, что разверну в своей привычной манере. Тем более мы будем работать с колодой и темный особняк, она у нас очень любит скелеты в шкафу, любит тайные. Кстати, абсолютно для меня не напряженная колода такая, знаете, это сплетница, короче, с черным юмором. Я ее так называю, я думаю, что мне не обидно будет, да, это слышать? Да, да, тут, о, да, детка, да, называй меня своей госпожой. Хорошо, ладно, шутки шутками. Первый вариант белый, второй, синий и третий зеленый. Я, знаете, с одной стороны хочу, конечно, убрать камешек, но вот настолько, видимо, вот эта энергия Анахата сейчас в нем, если вы выбираете зеленый цвет, да, и как-то само наше покрытие новое, да, зеленое как-то располагает вообще, чтобы камни не меняло, но при этом зеленое оставило. Но, видимо, еще не все тайные рассказал нам зеленый камешек, поэтому я не понимаю, что сливается с пространством. Не пишите мне дневные комментарии, потому что, слушайте, дело еще не в том, сливается камешек или нет. Дело в том, а какой смысл мы тут закладываем, да, и вы, и я, и пространство в частности. Так, что, административку делать для вас? Да, все по-прежнему, все по-прежнему, вот, хочу запускать новые проекты, но, честно говоря, я прям это, сутка 24 часа, сутках реально 24 часа, как бы я одна, и я, как всегда, знаете, замахиваешься на что-то глобальное. Я же не умею вообще на полу шишечка, меня же, если охватывать, то весь мир завоевывать, и масштабы, масштабы, я очень люблю масштабы, я подарю вам свой личный совет, лайфхак, когда вы понимаете вообще, что в вашей жизни происходит что-то не так, когда вы понимаете, что хотели бы больше, но при этом не знаете, где взять ресурсы, нужно просто уйти в состояние потока и подняться на достаточно высокую гору. Вот, если в вашем городе, в вашем местности нет гор, я в любом случае уверена, что есть высотные здания, потому что, а как только мы начинаем что-то планировать, помните, да, медитацию на императора, нам нужно пространство, как только мы понимаем, что мы немножко запутались в нашей жизни, и непонятно, куда двигаться дальше, нам нужно пространство, понимаете, ну вот, поэтому, как бы, ну, не знаю, как вы, я очень люблю, прям, чтобы город под подошвой, да, пытать различные, абсолютно не туристические, кварталы, вот, посмотреть, как оно там все изнутри происходит, ну, меня очень сильно вдохновляют большие города, я на перезагрузку, обычно уже в какой-то большой город, вот, и вот там видно масштабы, понимаете, там действительно хочется жить, творить, вот, даже неважно в каком состоянии ты сейчас находишься, потому что я прекрасно понимаю, раттай, который происходит сейчас, поверьте, он есть у меня тоже, вот, просто я умею держать, вот, покерфейс и не показывать, но вот это вот ощущение эмпатии, как чувствуешь вообще, вот, абсолютно все, что происходит с человеком, что происходит с этим миром, да, что происходит с перестройкой вот этой глобальной энергии, да, вот этим переделом вообще всего этого мирового пространства, когда все это пропускаешь через себя, как человек потока, как человек видящий, ну, поверьте мне, там, собственно, фармой даже не обойдешься, вот, хочется, конечно, себя периодически выключить, а нужно, наоборот, включать, да, нужно, наоборот, включать, потому что, если ты хочешь энергии, в любом случае, приходится выходить на сцену, тебе приходится сиять, можно даже так, можно даже сиять, оставаясь в тени, вот такая вот у нас интересная получается с вами абсолютно энергетическая болталка в раскладе на отношениях, ну, наверное, потому что мне чуть-чуть хочется вам помочь немножечко произвести некие изменения, да, в своих мыслях относительно себя и собственной ценности, для того, чтобы нам наши отношения, короче, подсветили, у кого-то работа над ошибками, у кого-то действительно успешно сданный экзамен, ну, вот, то, что в зависимости от того, как мы к себе относимся, да, таких, собственно, партнеров мы выбираем, вот, я вам еще, короче, подарю небольшой лайфхак, ну, он такой, знаете, немножко нервный, скажу сразу, вот, потому что я читаю ваши комментарии, вы пишите одно и то же, вот, например, снимаешь расклад, я сейчас письмо в каком контексте, снимаешь расклад на, допустим, мужчина, который на пороге, и девочки пишут, блин, зачем моего бывшего описываете, девочка, я себе описываю вашего бывшего, как бы, вот, вам эта ситуация не нравится, идти посмотреть, не будете уходите из состояния бунта, это, конечно, ваше дело, но просто поймите, что если вы так четко узнаете, считываете фигуру личности, может быть, вселенная думает о том, что если с вами так можно, если вы недостаточно настрадались в прежних отношениях, возьмите, пожалуйста, улучшенный вариант, понимаете, модернизированный, 2.0, вот, да, вот, как бы о чем речь, поэтому абсолютно нормально, если мы чувствуем, что это возможно нам резонирует, да, но как бы это, готовые к определенным изменениям, и вот это да, а вот когда мы действительно в будущем ищем черты бывшего, у меня для вас не очень хорошие новости, потому что ощущение, что вам все-таки сидит еще в заразе вашем подсознании, и как-то вам это не очень, не очень разрешает уходить в новую жизнь, да, возможно, более счастливы, потому что вы уж не, не дострадали, да, вы же еще не доиграли свою драму до конца, не все зрители, скорее всего, ее увидели, или просто рядом не было хорошего человека, который помог бы вам с вывозом, и самовывозом тоже. Вот, первый камешек у нас белый, второй синий, третий зеленый, выбирайте своего камешка компаньона или артефакты, как хотите. Мы с вами отправимся в увлекательное путешествие по вашим отношениям, а расклад планирую сделать психологический, ну, такой с долей немножко черного юмора. Вот, если у вас, собственно, тут мамины пирожочки, одуванчики, и вас как-то смущает моя манера повествования, ну, вот, с перчиком у нас как бы расклады, поэтому я предупреждаю сразу для тех, у кого тонкая душевная организация. В инфобоксе время начало вашего видео. Нет, хейтить ваших мужиков я не буду, как бы заняться этим нечем, ну, то есть я не буду этим заниматься, заняться мне нечем, ну, вот, потому что хейтят уже определенный слив энергии, поэтому я просто так немножко с юморком в стиле стендап рассказываю, что же там у вас происходит. Так, привет, беленькие. Те, кто выбрал белый камешек, у вас этот злодей, короче. Не мужик, а злодей. Может, кстати, младший по возрасту там просто Паша Мечей перевернутый, чуть недовольный такой, знаете, бурчит, форчит, короче. Я не знаю, может, вы деда загадали? Может, вы деда загадали? Ну что, немножко психологического портрета на... Что-то у него в жизни очень интересное происходит, он, например, стремится, как бы, вам рассказать, вот, но мы на это не ведемся вообще, потому что у меня ощущение манипуляции вообще очень сильно присутствует, это я еще даже колоду не стала переворачивать. Просто я в потоке нахожусь, в потоке нахожусь, на какой-то детский сад, детский сад, детский сад. На прямых позициях. Что за персоном подкинула компьютерная игра под названием «Жизнь?» Сейчас мы с вами посмотрим. Ну что, готова к повествованию? Он не хочет о себе говорить. Он не хочет о себе говорить. Он какой карьерист, какое достижение, сколько я-то внутри очков. Ладно, сейчас. Ну и что, тут не хочешь говорить, да, себе? Когда нас это смущало. Женатый или семейный? Вообще, на самом деле, карта неплохая, мы что ничем еще с вами не испортили. А в этом ключе десятка пентаклей. Но мышка, вы уж не испортили еще ничем, поэтому будем в положительном ключе. Здесь действительно для человека очень важно понятие семьи, но это, знаете, какой для него семья – это реально на долгосрок. То есть это не просто долгосрочное обязательство, это еще долгосрочное, скорее всего, союз, сотрудничество и так далее. Да, посмотрите, вообще, как бы действительно очень, как бы, важно, скорее всего, помогать там членам семьи, скорее всего, видеть себя человеком, который решает какие-то семейные вопросы, семейные проблемы. Но у меня ощущение, что это больше как бы связано с неким почитанием, да, с неким, наверное, моментом патриархата. Короче, девочки, во-первых, вариант, у вас такой патриархальный мужик. Если вы мои прекрасные любительницы и фанатки феминизма, ну вот, ну, я имею в виду такого без перекоса, да, как в какие-то, допустим, однополые истории, то есть если вам как бы мужчина нужен, ну, перекос, понятно, да, как бы о чем речь. Все-таки больше в таком традиционном формате, хотя вообще никого, никто не хочу обижать. Вот. Вам придется туго достаточно, потому что ощущение, что вы оба будете просто сражаться, короче, за место подсолнца. Сейчас еще посмотрю, как он семью вообще видит. У него будут сложности с созданием семьи, потому что у него очень привередливые, понимаете? Для него это действительно очень важно. Это очень важно принятие решения, это определенная инициация, это взросление. То есть он в семье будет подходить достаточно взвешенно, то есть, да, надо, чтобы деньги были, надо, чтобы был какой-то, не знаю, эмоциональный капитал на это все, да, надо себя условно там подлечить травм, которые наносили, например, там, прошлой женщины, еще что-то. Вполне возможно, если он так трепетно относится к семье, скорее всего, у него этой семьи как бы сильно-то и не было. То есть она у него сейчас в мыслях, да, и в мыслях больше, наверное, формат такого некого патриархата. Хорошо, он сейчас в отношениях, если мы не будем рассматривать вас конкретно, Паш Мечей, нет, вполне возможно, что это вот пострадашки были от, ну, от прошлых отношений, потому что вот мы Паш Мечей, он такой типа нафиг, 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 да, нафиг, нафиг. То есть, знаете, такой вот набор противоречий вашему персонажу. Вот, может, биполярочка, конечно, присутствует, потому что да, как бы я бы хотел, но, блин, не срастается, не получается. Знаете, ощущение, короче, что он больше звездит, чем тянет всю эту историю, он может очень красиво вам рассказывать, как сильно он хочет семью. Вот, вполне возможно, что у него уже была семья, там есть дети. Сейчас. Ну да, есть ощущение. Но там он не авторитет. Там он не авторитет. Ну, это если мы рассматриваем, конечно, разведенным еще. Ничего у нас еще интересного про тебя. Ну, я не знаю, слушайте, я не буду переворачивать эту карту, но, опять же, ощущение вообще, что... Знаете, одна часть личности совсем не хочет семью, а вторая очень сильно хочет. Вторая очень сильно хочет. Что за морячок-то у нас? Водный. Да, я понимаю, что это двойка пентапли перевернутая. Ну, давайте я так прочитаю. У меня ощущение прям космического звезда от этого человека, да, что он весь такой прям солидный, что для него семья, на самом деле, очень важна, там дети, там, вот такое все, бла-бла-бла, все. Но у меня ощущение, что это все-таки большой ребенок. Вполне возможно, чтобы вы выловили его там где-нибудь, может, на сайте знакомства, может, еще что-то, может быть, не совсем хорошо знаете этого человека, потому что он, собственно, пытается и рыбку съесть, и на стул приземлиться. Да, он такой скользкий достаточно персонаж. Достаточно скользкий персонаж. А какие сейчас цели преследуют? Ну, вполне возможно, еще и решить свои финансовые вопросы. Финансовые сложности у него могут быть по пятерке пентаклей. Что, давайте так, то, что в нем есть, а он это скрывает. Но не то, что скрывает от вас, возможно, это касается характера. Короче, что-то вам не договаривает, потому что здесь более чем понятно все. Ну, либо у него здесь чемоданное настроение, понимаете. Либо что-то с ним происходит такое достаточно тревожное. Да, тревожное по карте смерти. Там что-то недоговаривает. Смерть пентаклей. А ощущение, кстати, что ему крайне сложно расстаться с определенной дамой, которую действительно мог видеть дама сердца. Это невозможно, что как бы ей нужны были там типа определенные финансы, а тут как-то это. Он там, видимо, ей не давал конкретных перспектив. Не давал конкретных перспектив. Или здесь как бы такая ситуация, что вот эта женщина, ну там, дама, она из очень обеспеченной семьи, и у него тут как-то вполне возможно есть надежда влюбить в себя, да, заставить вот эту девочку как бы страдать, да, и при этом получать определенные преференции. Вообще, я не могу сказать, что человек действительно может быть достаточно долго в отношениях, потому что там он себя позиционирует как разбивателя, да, женский сердец, в той причине, что либо он считает, да, что он там всем губит, короче, жизни, такой, знаете, роковой мужчина у нас по первому варианту, либо просто выкручивает все так, чтобы девочка думала, что он просто дерьмо, да, и как бы просто сама сваливала, короче, за горизонт. То есть, да, получается, что он вроде как душит свое счастье, короче, но не своими руками, да, то есть он может действительно проявляться там как чудак на букве, но тогда, когда хочет слить, тогда, когда хочет слить. Боже, какая он говорящая колода. Хорошо. Ваш? Ваш персонаж? Ну что, давайте посмотрим все-таки на чувства по отношению к вам. Я думаю, что здесь мы немножко побыстрее будем с вами продвигаться. Чувства? Здесь, скорее всего, чувства человек не показывает, а, скорее всего, рационально взвешивает, достойно ли вы эти чувства, да, нужно ли вам об этом говорить, да, то есть посмотрите, как он в эмоциях включает рацию. В эмоциях включает рацию. Потому что на самом деле вот эти чувства, вот если он поймет, что они действительно есть, они его размазывают, они его правда как бы не сильно-то и нужны, да, он будет всяческим сопротивляться. Ну вот, пожалуйста. Там была у нас семерка жезла на дне колоды, сейчас мне выкидывают, а, пятерку жезла. Ощущение ревности, кстати, может быть, ощущение чувства собственности, и вполне может быть, что если вы такая яркая, там, прекрасная девушка, он может вас показывать именно, знаете, как трофей, трофей, трофейный экспонат. Понимаете, самого Берлина, понимаете, вас тащил. Ладно, шутки шутками, конечно. Кстати, у кого-то человек может быть либо достаточно агрессивным в плане политики, либо как-то связан, ну не знаю, либо с военными структурами, может быть, ну это какая-то, знаете, такая закрытая достаточно организация. Ну что-то вот такое, вот понимаете, что такое, все закрытое, там, где много мальчиков, там, и почему я еще говорю, что это, что это работа, потому что там есть ощущение того, что он чувствует себя, как рыба в воде. Вот, может быть, это правда армия, может быть, это немножко про успешный успех, ну там мужиков, короче, рядом в окружении много, ну вот как-то он, это, ему надо, понимаете, чтобы они там рядом были. В тот момент, слушайте, по управлению людьми, тоже, кстати, очень сильно может присутствовать. Так, посмотрите, насколько он рациональный вообще, если у него спрашиваю про чувства, да, а он мне, короче, выкатывает, короче, рациональную вот эту историю. И это действительно показывает, что может быть, вы не совсем в приоритете, да, сейчас. Если на чувства, он начинает просто рассказывать мне свои какие-то карьерные там истории, знаете, как будто я рекрутирую, как это, да, рекрутирую, короче, вот куда. Чего же ты хвастаешься? Ты же про чувства спрашиваю. Еще раз. И вот это вот вся история. Понятно, что он чувства свои скрывает. У него огромное количество внутренних конфликтов. Есть ощущение ревности. Еще раз прочувствую по отношению к вам. Чувство собственности девочки. Здесь реально есть чувство собственности. И здесь вот это вот ощущение конфликтности может быть действительно связано с тем, что он выбирает девочек, которые, ну, там, ведут такой образ жизни, который предполагает, там, салоны красоты, да, там, собственно, как бы и одежду хорошую, качественную, да, что-то такое уход за собой. Вот. А он это все, ну, вполне возможно боится, как бы, ну, потерять, потому что где-то финансово не может что-то вам дать или не хочет. короче, какая-то такая история. Если все-таки человек женат, вполне возможно, что он рассматривает, знаете, момент финансово, потянет он вас как любовницу или не потянет. Ну, то есть я прям вот абсолютно, как это, рациональные вещи вам говорю. видите, сколько я не вытаскиваю чувства, мне показывают его просто такой, знаете, глобальную рациональность. И опять же, есть ощущение, что вы ждете от него этих эмоций, потому что вы мне проигрываетесь по пятерке чаши, при этом еще и перевернут. То есть вы от него очень много ждете. Вы ждете, потому что есть определенные обещания. Я не знаю, будут выполняться обещания или нет. Мы это как бы не спрашивали еще. Но что-то вот, видимо, обещанного три года ждут. Вот вам как-то от этого не очень хорошо. Ну что, если все-таки это отношение на расстоянии, или мы смотрим человека, который поставил, короче, штамп в паспорт, но это не ваша совсем там фамилия вписана, понимаете, и как бы колечко не на ваш там пальчик. Скучает ли человек? Опять стараюсь одной карты. Знаете, у меня ощущение, короче, что он скучает тогда, когда ему нравится скучать, а когда он хочет там сексуальной близости, понимаете, потому что, видимо, опросто у вас тот, который рисуется перед его глазами, такой, он, да, не рукотворный. Хотя, может быть, его случае рукотворный, если вы находитесь на расстоянии с человеком. очень много сексуальной фантазии, очень много сексуальной фантазии, скорее всего, это так оно все. А что было бы, если бы, потому что его на самом деле может нести, как бы в разные крайности, нести в разные крайности, но тут вот такой, знаете, момент, что он сдерживает свои эмоции, энергии, потому что, скорее всего, думаешь, что как бы женщина очень много, а он, посмотрите, прямо один. А он, короче, один. И у меня ощущение все-таки, что он перебирает. У меня четкое ощущение, что он перебирает. Как будто вот он четко знает вообще, что он из себя представляет. Тут есть ощущение ревности. Есть ощущение ревности. Еще какое. При этом на пустом месте, кстати, человек может ревновать. Ну, значит, у вас есть определенное ощущение ценности. Смотрите, ревнует, ревнует, да, однозначно. Ревнует. Скорее всего, завидная невеста. При этом, смотрите, есть еще масса сомнений по поводу того, кто вы для него. Вот этот момент в сети очень тоже сильно прослеживается, потому что, вроде как, любимая женщина, с другой стороны чувств, короче, не, да, очень много конфликтов, опять же, которые связаны с вашим, видимо, потенциальным будущим. И вот, смотрите, здесь как бы ощущение того, что, как это сказать, ему недостаточно, скорее всего, внимания. Так, ладно. Посмотрим, наверное, мы с вами, знаете, что, что человек скрывает, хотя здесь более чем все понятно. что человек скрывает. Ну, там, короче, королева мечей выкинал мне. Бывшую, что ли? сейчас скрываешься, расскажи. Устал, хочется остановиться, хочется рассмотреть какие-то приоритеты, и вполне возможно, что он, смотрите, как это, как вот была же какая-то имитация бурной деятельности в вашу сторону, понимаете, сейчас такое ощущение, что оно, короче, прекращается постепенно, потому что ему как-то хотелось вас эмоционально, скорее всего, разбудить, или, возможно, себя. Он не получает вот этого достаточного количества эмоций, да, он как будто, вот он говорит, что я вот перестал вкладываться вот это все, да, я говорит, перестал вкладываться, потому что ощущение, что он как будто вас вот куда-то проталкивал, именно смотрите на то место, вот, ну, в его жизни, который вы могли бы занимать, но он сейчас пока не видит перспектив этого всего, да, а какое место он бы хотелось, чтобы вы занимали в его жизни? Шестерка мечей, девятка кубков, значит, у него какие-то прям иллюзорные представления про отношения, да, здесь я не могу сказать, как бы, что он такой человек, на который прям вот можно положиться, что там как за каменной стеной, просто у меня ощущение, что он всю жизнь будет заниматься, как бы, тем, что ему по приколу, да, вот, а его женщина, короче, с ребенком просто будет самостоятельно. Вы где-то недостаточно, скорее всего, вкладываетесь, да, он так считает. А он боится, что вы уйдете? Да, он боится, что вы уйдете. Нет, но, как бы, в этом, наверное, есть логика, если вы свалите, потому что здесь, на самом деле, человек прям стремится, знаете, как вот один стоять на сцене, вас, короче, столкнуть куда-то. Ну, это так условно просто все. Ну что, давайте, следующий пункт посмотрим. Хочет ли человек серьезных отношений? Понятно, что мы это все видим, но, если сами карты отвечают на вопрос корневых жезлов, помочь много женщин вокруг. Скорее всего, человек хочет управлять вашей жизнью, да, ему страшно идти в эти серьезные отношения очень, потому что это в любом случае предполагает, скорее всего, как бы быть с одной женщиной, а он, видимо, как бы, к этому не сильно ты не готов. И он, скорее всего, знаете, прекрасно понимает, что характер там, как бы, далеко не сахарный, да, что он может испытывать ваше терпение и психонюте, вы идете. И периодически, да, ему реально, как бы, кажется, что его, ну, условно отношения с вами, они реально висят на волоске. и получается, что он пытается перетянуть одеяло, короче, развивать так, как ему хочется, хочется ему в никуда, понимаете, просто вот в никуда, да, вот, чтобы условно, короче, вот все было так, как ему нужно. и сказать, что он там сильно как-то считается с вашим мнением, да, нет, я бы не сказала бы, я бы не сказала бы, то есть вот, у него какое-то очень поверхностное отношение к женщине, так самое интересное, что он вроде как что-то про какую-то партнерку мне тут задвигает, да, сам абсолютно незрелый эти партнерские отношения, вот, и в принципе, наверное, женщине, которая внутренне, зрелая, энергетически, неважно сколько лет, нахрен бы не нужны эти партнерские отношения, если она в это все наигралась, ну, какого хрена, если у нее тут что-то есть, а если она что-то заработала условно, там, у нее там есть свое жилье, там, машина, бизнес и так далее, она с каким-то мальчиком, мужчина, неважно будет вступать в партнерские отношения, да, и чем-то еще делиться своим, но она же тоже как бы не дура, да, если как бы у нее есть хорошие адвокаты, ну, то есть вот как бы такая история, понимаете, а с этим человеком только брачный контракт заключать нужно, потому что мы видим, берем вот самую ключевую, как бы, карту, кто вообще перед нами, с ним, конечно, может быть прикольно, потому что, да, у него есть там, как это сказать, энергетический канал на зарабатывание денег, только весь он, конечно, идет в самую правильную направлению, у меня ощущение, что сейчас вообще, в общем, куда-то не туда, понимаете, зашел, вот, а учитывая, неважно от кого, от мужчин, от женщин, если он не подпитывается, он начинает очень сильно, как бы, раздражаться, движ вокруг него постоянно должен быть, вот, с одной стороны, он, конечно, любит прям по кайфу, жорить вот это состояние одиночества, когда его, как бы, никто не трогает, он как варяжный кот, с другой стороны, ему периодически просто, знаете, нужно сверкать в обществе, чтобы, как бы, собирать, условно, короче, все эти плюшки, и получается, что, если он женится, там, на женщине, да, серьезные отношения, уже получается, что, как бы, сосредотачивается, да, то есть он транслирует вот эту всю ситуацию, короче, с семьей, как раз, ну, связанным, вот, но, знаете, даже если, вот, он женат, у него все, всегда будет любовницей, потому что ему всегда жены будет мало, и не знаю, какой энергетически сильный бабища должна быть его женщина, чтобы закрывать все его потребности, понимаете, здесь, скорее всего, и любовница должна быть, там, не знаю, уровня, наверное, этих, Геттертон, Гейш, и я сейчас не про общение говорю, вот, понимаете, здесь должна быть такая мамочка, которая, если что, надавала ему звездных, этих звездюлей, да, и отправила, короче, домой, и, собственно, там, закрыла дверь на ключ, чтобы не пошло куда-то шляться, женщина-бизнес-партнер, которая, опять же, знаете, как этот, влияет на совместный бизнес-четап, чтобы он на какую-то фигню, там, что-то не тратил, понимаете, вот, он позиционирует себя таким, есть определенные, короче, личности, на которые он хочет быть похож, вот, и он как будто себя там видит, в этом обществе, этим человеком, да, а вот эти действия, которые он делает, их либо недостаточно, либо они вообще какие-то, просто, ну, не в том направлении идут, понимаете, поэтому, как бы, ну, сказать, что человек зрелый, а сейчас для каких-то отношений, для совместных планов, ну, у меня ощущение, что они больше в голове, вот, ну, какая-то сложность исправления эмоций, ну, такой, знаете, прям, подарочек, сюрприз, ну, давайте, давайте про другие женщины посмотрим, сейчас, по факту, кто-то есть, нет, ну, может, конечно, он пытается кому-то клеиться, и вот, вот этот, турнули, но у меня ощущение, что у него, кстати, проблемы с потенцией могут быть, сейчас, сейчас, посмотрю, что это? Может, ему мужчину нравится? или девушка, которая в отношениях, я могу предполагать скрытые двойные стандарты, могу предполагать, могу предполагать, но еще хочу сказать, у меня ощущение, что пока не решит свои проблемы, они у него есть, вот эта вся история, короче, у него слишком много в голове, он пока не отключает, вот этот внутренний, короче, диалог, его на секс не тянет, потому что, пока он не решает свои проблемы, по перевернутому королю, короче, мечей, да, на вот эти вот все там, что-то обнимашки и так далее, его вообще прям не хватает, ни на нежность, ни на что, а у него какие-то головные тараканы сейчас, это может быть в плане близости, он может быть сейчас достаточно отстраненным, понимаете, быть, он думает о каких-то прям далеко идущих планах по звезде, что это еще у нас, зарабатывание денег ему надо, ему денег надо заработать, и вот ощущение ценности своей, вот, да, он будет своей тарелке, понимаете, а сейчас он что-то, короче, просто эмоционально ни во что не вовлекается, а он эмоционально ни во что не вовлекается сейчас, поэтому как-то, если даже вы можете заподозрить его в измене, потому что он холоден по отношению к вам, ну, как бы поймите, на самом деле, что, ну, мужчин, короче, бывает, да, у девочек тоже, да, не всегда у нас там повышенный уровень либидо, потому что, на самом деле, когда огромное количество проблем, как ты вообще расслабишься, ты постоянно в башке держишь, ну, мужчин, как бы, ровно такая же история, понимаете, а мы считаем, что они тут неутомимые самцы, там, мачо, и 24 на 7, собственно, он там тебя должен хотеть, а если он тебя не хочет, значит, хочет кого-то другую, ну, это что же, да, такое, прям, наша странная прошивка, может, нужно больше мужской психологии читать, или хотя бы с мужчиной разговаривать, потому что нам же кажется, что он врет, да, что обязательно лишь баба какая-то есть, нет, проблем очень много, давайте, видит ли будущее с вами, ну, императора, короче, выкатил мне, верно, будет, видит все-таки, да, видит император, аэрофонд, понимаете, там ощущение, что вот ваша дорога, с одной стороны, может, вместе эти, а может расходиться, и вот, скорее всего, будет вот ощущение выбора, потому что, если вместе, вам придется, либо от многого отказаться, короче, что-то перевозить придется, я не знаю, потому что, главных тараканов, может, вещи какие-то, вот, понимаете, а если каждый остается, короче, при своем, то там, субсантройка мечей, да, такой момент, неких неоправданных ожиданий, то есть, вот, ощущение, что он, как бы, сейчас, как будто, короче, у него не так много возможностей, чтобы выстроить будущее, которое он хочет с вами. Знаете, здесь много честности, но мне кажется, что он там нечестен, вот самое главное, что в одном случае, что у него реально могут быть проблемы, там, с интимного характера, вот, именно, как бы, по той причине, что в голове слишком много, да, когда человек просто не чувствует себя, там, условно, в своей колье, да, когда ему там, как бы, некомфортно, то, ну, как бы, там витальности, честно говоря, не так много, когда у мужчины не так много витальности, там, как-то, близости-то не хочется, либо это, знаете, такая близость на подвампиривание партнерши. А если он честен по отношению к вам и ценит, то, скорее всего, тут такая история, что не будет он подвампиривать. Мне кажется, из области фантастики, потому что бывает, что это неосознанно происходит, но вполне возможно, что вы тут такие проработанные, что даже он понимает, что не будет вас подвампиривать. Вот такая вот была позиция, по первому варианту. Нет, слушайте, может он правда, как бы, в плане близости, может очень много энергии отдавать. Это для него там как-то либо важно, либо что-то там. Ну, короче, не просто так, да? Вот. И тогда, конечно, ну, есть ощущение снижения, действительно, качества тактильного контакта. То есть, он в этом как бы нуждается, но сейчас не может отдавать, скорее всего, в том же объеме, а вам это тоже нужно. Ну, в общем, какая-то такая история. Да нет, тут как-то все же неплохо достаточно. Просто, видимо, обоим страшно, да? Вполне возможно, это еще момент беременности. Потому что, думаете, вообще надо, надо дитятка подарить или не надо? Сдерживайте, сами себя от шагов пропасть. Ого! В мечах, короче, вот вы относительно этого человека в мечах, постоянно в голове, да? И вот, настолько он не дает вам какого-то определенного впечатления о себе, что он сегодня один, там, завтра второй. Может, нам правда очень много ветра внутри. Человек, ветер какой-нибудь. Вот такая была первая позиция. Двоечки, ну что, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами. Я сегодня достаточно подробно препарирую ваших молодых людей. Объясняю вам происходящее достаточно мягко. Кто-то, конечно, видит пенглинов, кто-то еще какой-то зоопарк. Но моя задача вообще не в этом. Моя задача посмотреть, кто же там рядом с вами сейчас находится. Можно ли его рассматривать на что-то серьезное? Ну что, давайте немножечко психологического портрета. Нам это надо для того, чтобы вы понимали наш не наш, кого там притыщило. ну давайте, что за котик там пришел? Может, не котик? Что за животное к нам такое, да? На мягких лапах. Ну что в жизни этого человека были взлеты и падения, снова взлеты и снова падения. Понимаете? Ощущение, что может там в центре вселенной там движ-движ такой, да? Колесо фортуны, скорее всего, еще туда и обжигался и восстанавливался, короче, крутить его колесо фортуны, то невозможно, что сейчас вынесло, да, на определенную точку. Человек движения, да, человек путешествия, возможно, тут работа связана с различными переездами, конференциями. Вот такое вот все у нас. Вполне возможно, что человек высоко достаточно поднялся по социальной лестнице. Любимчик женщин, Тройка чаш. Вот, может быть, действительно, он возвращает радость людям, там, что-то понимание, что-то хорошего, светлого. Вот, а если этот человек действительно социально успешный, там, значит, бабы, видимо, в личных сообщениях. Тут что-то много, что-то кому обещает, короче, женщина его на себе уже женили, условно, а он там как-то и сильно прямо не нравится. Ладно, а что-то расскажи мне про свое семейное положение. Мне так интересно вообще. Мне очень интересно, что там в семейном положении. Что там у тебя? Все сложно. Король мечей перевернутый, скорее всего, сложная, достаточная ситуация, очень много душевных трансформаций духовного характера. Человек достаточно жесткий, может быть, опять же, военная среда по королю мечей, а человеку, которого подвешен язык, скорее всего, он слов на ветер не бросает, но при этом у меня ощущение коммуникации, достаточно жестко выстроены коммуникации. Это может быть иерархия, то есть он как бы в позиции сверху находится. Вот ощущение некой такой снисходительности, ощущение избранности окружения, может быть, может быть, он продает знания, именно продает, понимаете, не просто там по синей лавочке рассказывает, какой он философ офигительный, а это именно как-то связано, не знаю, это продвижение, кстати, продвижение экспертов, здесь что может быть. То есть на самом деле человек уверен, короче, в свои знания, да, но он такой прям действительно может быть токсичный. Сейчас я еще выложу на короле мечей. Ну, тут еще ситуация может быть, знаете, что, скорее всего, женщины могли разводить всего на деньги, что там еще выставляет, как-то это, знаете, вроде вкладывается в какую-то семейную историю, семейные отношения, но тут вот, боссы, не там. Вполне может быть, кстати, что если он в браке, это брак какой-то гражданский, или это пиар-брак, возможно, где финансово женщина может его поддерживать, или опять же он может находить женщин, которые финансово его поддерживают. Вот какая-то такая интересная история, расскажи еще что такое. Это как-то связано с, это могут быть рехабы, а это может быть какое-то духовное лидерство, который может там писать книги, там что-то вести, какие-то вебинары про успешный успех, потому что все-таки Паш Пентакли, что-то он кого-то учит, да, то есть получается, что вот ты Пашек, рядом с ним у тебя как бы колесо фортуны, и вы тут такие все прям счастливые вместе. Прямо такие эти, знаете. Человек, знаете, который знает толк в извращениях и знает толк в удовольствиях, вот. А самое главное, знаете, чтобы он опять же в своих целях не использовал людей, потому что вполне может быть, что здесь он может использовать женщин, да, женщин, которым достаточно сильно доверяют. Человек достаточно заботливый, и тут вот такая интересная ситуация, может, ну сейчас еще посмотрим, Паш Пентакли, двойка мечей. Ну, если мы будем рассматривать положительные черты, это скорее всего романтика, но посмотрите, как сильно она подавлена, да, то есть у человека очень сильная потребность, да, в том, чтобы заботиться, понимаете? сильная потребность, чтобы заботиться. Там незаконченная история, скорее всего, незаконченная история с ни одной девушкой, несколькими, вот, тут вот кто-то, видимо, его очень активно ждет, ждет, видимо, действия от него, а тут, как бы, боссы, ныне там, вполне возможно, что эта девочка в блоке сейчас находится, четверка мечей, да, прерванный контакт нам показывают, да, смотрите, с кем-то прям остановка, остановка движения, остановка связи, при этом, смотрите, эти люди обоюдно скучают друг по другу, и как этому человеку вообще во всей этой ситуации, ну да, он строит планы, то есть вполне может быть, что он, допустим, вот этой вот девочке, этой женщине, короче, не дает понять, что возможно, какие-то планы, хотя вот сам строит эти планы и вполне возможно, привлекает союзников, может быть, он узнает сейчас информацию через своих друзей, опять же, ну вот, потому что по отношению к кому-то он прям очень сильно сейчас расположен, очень сильно расположен, ну что, девчоночки мои, или не совсем девчоночки, давайте смотреть чувства одной картой, любит, скучает и всякое такое, кстати, вот эти вот еще карты могут быть о том, что вы рассматриваете человека, с которым вместе работаете, вот, и не совсем понятно, короче, его отношение к вам, да, то есть есть определенный запрет еще на проявлении чувства, эмоции, или из какой-то, ну, среды, там, где тоже есть определенный запрет, я не знаю, например, там, какой-нибудь друг мужа, да, какая-то такая история, или город не совсем там большой, и все друг друга знают, то есть, там, есть определенное ощущение, некая запретность этой связи, хорошо, давайте, чувства есть по отношению к вам? Да, что ж такое, то яси на еду, двойка пентаклей перевернутая, то есть, человека, вся эта ситуация дико разбалансирует, знаете, он, скорее всего, не будет проявлять и до талого, пока сама девочка не проявит, видимо, пока сами вы не проявите, да, то есть, я посмотрю, конечно, как она себя ведет, ну, посмотрю еще, насколько она там готова проявляться по отношению ко мне, вот тогда просто живой не сверни, да, потому что, видимо, тут, сейчас, как бы, не думая, да, проявление чувств, потому что, он говорит, без перспективняк, сейчас, на данный момент, без перспективняк, может быть, еще и финансовый, да, сам по себе, вот, может быть, эта ситуация, которая связана с тем, что не совсем люди друг друга знают, это отношение на расстоянии, там может прикасаться к какой-то переписке, ну, вот почему-то он считает, что там сильно, как бы, нечего дать, сейчас, да, он хотел бы, но, как бы, это же все иллюзии определенные, это все иллюзии, ну, что там, скучание присутствует во всей этой истории, для тех, кто там не вместе, да, скучание присутствует, запрет на скучание, я бы хотела сказать, да, запрет, короче, на эмоциональное проявление, скорее всего, может быть, блок, кстати, или игнор, да, да, блок или игнор, как бы, вот по той причине, что, не хочется, конечно, во все это эмоциональную историю, да, не хочется в эти отношения, все, хотя, безусловно, там есть притяжение, влечение, симпатия, и все, оно, безусловно, есть, так, давайте смотреть следующий пункт, что же человек скрывает, что же человек конкретно от вас скрывает, ну, есть ощущение, что он скрывает одиночество свое, то есть, он может назвать здесь, вам что-то, то отношение, то женщина, то еще, а еще, я так хочу сказать, у него очень сложная история, которая связана, возможно, с прошлым, сейчас смотрю, восьмерка мучейна, потому что страх повторения, короче, а это связано с тем, что здесь не случилось свадьбы, здесь не случились с кем-то отношения, так, хорошо, хорошо, сейчас я посмотрю, что мы там следующий пункт смотрим, что мне что-то опять поток выкинуло, а, скрывает, окей, ладно, давайте, может, это как раз ситуацию-то и скрывает, ну, от вас что скрывает, что не говорит, что не говорит там, так, что за башню-то вы ему устроили, что у тебя так все плохо, расскажи, с чем связано-то, знаете, вот он вполне может показывать, короче, себя таким дружелюбным, спокойным достаточно человеком, но вполне возможно, что он мог быть в горячих точках, да, что у него военное прошлое, что он достаточно жесткий такой персонаж, может, наемник там, но какая-то такая история, она жесткая достаточно, он не хочет ее прям рассказывать, чем связано еще, расскажу, вполне возможно, что у него сейчас смогут идти какие-то споры, ссоры, которые связаны либо с разделом имущества, смотрите, либо, кстати, он мог рассказывать, например, что оставил, короче, все типа бывшей жене, да, ну вот, а на самом деле, как бы ситуация вообще, короче, с этим никак не связана, есть ощущение, что он типа что-то отжал еще, ну, ну, короче, вот какая-то, смотрите, ситуация, что вас обманывает, относительно того, насколько он хороший, да, как он, собственно, короче, проявляется к людям, есть еще ощущение, что он очень сильно подсаживается, энергетически прям привязывается, он правда может проявляться прям как энергетический паразит, но правда, есть такое, поэтому я буду говорить об этом, он как будто сам себя боится, расскажи, что в каких страхе, то идти нужно, ты не пойдешь, у кошмара снятся, кстати, а еще эти ситуации связаны с зависимостью, вполне возможно, что человек такой, как это, почему я еще сказала, что это рехаба, мне прям, блин, не просто пахнет и фонит, мне прям воняет, знаете, настойчиво, вот, я просто очень хорошо знаю вот эту энергетику, поэтому у меня ощущение, что вы можете смотреть, не только там духовных, там различных лидеров, которые учат жизни, да, потому что вот ощущение, что женщина смотрит на него прям влюбленными глазами, это может быть, я не знаю, какой-нибудь там тренер вашей детей, там, я не знаю, там, по восточному единоборству, например, да, это может быть, короче, человек, который, ну не знаю, правит спину, там, остеопат, или это может быть психотерапевт ваш, который вы влюбились, хотя это запрещено, то есть, как бы всякое, может быть, то есть, на самом деле, как будто вот этот человек знает лучше вас, как вам жить, ну, или помогает вам, да, жить как-то лучше, ну, всяко-разно, но он прошел через очень тяжелый путь, это еще ощущение зависимости, поэтому, может быть, конечно, пил, курил, короче, да, вот, как в песне спины, и сейчас нет, сейчас он классный, а вот то, что он себя убивал, это да, а типа, сейчас он классный, здесь еще про отъем денег, но я не знаю, что это такое, это тень мошенника, или реально было такое в его жизни, а еще очень сильно он прям подвампиривает, очень сильно подвампиривает, при этом, знаете, подвампиривает через состояние, такой, знаете, немножечко женской истерии, королежево жезлов перевернутая, то есть, это, знаете, это ощущение, такие, знаете, неосознаваемые процессы, кстати, на завязанного похож, или как это, зашитого, да, да, есть ощущение, которое, короче, нифига не контролирует, а еще у него сложности, которые связаны с тем, что я считаю, что он не очень хороший любовник, потому что, что не может женщину удовлетворить, ну да, что-то есть, короче, у него такое, есть у него такое, что-то, может быть, его бывшая женщина гнобила, как бы, да, что недостаточно хорош, как будто он удовольствие доставить не может, короче, как-то так, прикольно, так, что смотрим дальше, хочет ли серьезных отношений, окей, хочет ли серьезных отношений, ой, тут еще момент соревнования с вами, он прям вашей энергетикой подпитывается, тут вот очень странная, история, потому что, несмотря на протяжение, я так понимаю, что он то лежит, соединился с другой женщиной, ну, короче, вроде как кто-то есть в поле, это вы, да хрен бы там, там треугольник, а давайте, серьезные отношения, но рыцарь мечей, знаете, это надо, чтобы его просто какая-то оса в задницу ужалила, то есть, знаете, серия предложить серьезное отношение, а давай замутим, а давайте попробуем, ну, короче, отчетами, типа, была-не была, да, отчет типа тянуть, вот, но ощущение, короче, что-либо вы ждете, а он что-то тут менжуется, он либо просто, вот он как-то считает, что вот если судьба, там, да, там, рок-фат, он, бла-бла, все, короче, вот такое, так хорошо, у него есть финансовые сложности, что предложить вам отношения, ждет какого-то прорыва, чувак, не могу понять, что это, какого прорыва, ты ждешь вообще, знаете, у меня четко, я не знаю, это прошлое или настоящее, у меня ощущение, что вроде мур-мур, короче, вот, а он потом типа резко женился, может быть по беременности даже, кстати, может быть даже по беременности, ну, не по вашей, потому что здесь какой-то, короче, резкий момент, достаточно резкий момент, ну, хорошо, давайте так, а вот если он, условно, короче, женился, он там счастлив, не, слушайте, ну, если он реально женился, короче, а теперь плачет вам пьяными слезами, мне кажется, там такой нужно пенделем отвесить человеку, потому что это такие качели, да, как бы верить, как бы в то, что его туда, короче, насильно, ну, тащили, счастлив он там в семье за своим, да нет, конечно, поэтому, скорее всего, может, то вас, во снах к вам приходить, понимаете, то вы просто у нечаянного встретите, то еще что-то, короче, а что женился тогда, придурочный, а он не думал, что так сложно будет, ну, у нас с вами же было все легко тогда, да, с вами что-то говорит, прям, ну, там были, конечно, внутренние конфликты, но, скорее всего, какая-то монетка, да, закрывала, короче, эти конфликты, закрывала конфликты, так, давайте так, вот мне прям очень интересно, потому что у меня немножко ощущение не такой неприятности от этого человека во втором варианте, как его сейчас видит пространство, вот конкретно темная особня, как его видит, понятно, просто, короче, кайфажер, кайфажер, может еще и бухарик, кстати, птицы, но, видимо, ощущение, что сейчас будет его нахлобучивать, карма, она неминуема, потому что у него будет ощущение, что мы чуть не везет, не везет, на самом деле, просто, видимо, карма долго терпела, подавилась попкорном, короче, не просто ему рассказала, за использование, потому что есть ощущение, что он типа женился, короче, скороболительно, может быть она там под залетом, может быть еще что-то, вот, потому что Ториеско, короче, достаточно решения было, не хотела, как будто заставили это сделать, вот, ну, как бы, а я тут, скорее всего, теперь все, молодой папа, и давай как бы работай на трех работах, обеспечивай, короче, и твое кайфажерство накрылось медным тазом, такая, да, я просто проигрываю вам историю, как оно может быть, как бы, понятно, что это расклад общий, ну, вот такая история, давайте про ребенка, что-то такая сомнительная, сомнительный момент, потому что тут аборт был, потому что я энергетики детской не вижу, но ощущение, короче, беременности четко чувствуется, я говорю, что его заставили жениться, или там, тащить это ермо, а, кстати, может быть, женщина уже с детьми, да, потому что тут десятка жезлов, попал, короче, в какую-то щеплю, так, 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 ну, что, скрывает, посмотрели, что серьезных отношений хочет, потому что он же может еще не женат быть, да, просто там женщина, короче, рядом крутится, но я вам говорю, что тут треугольник, я бы, конечно, с удовольствием его не увидела, я прям закрыла бы и один, и второй глаз, но я его вижу, что мне тут вам обманывать, давайте, серьезных отношений хочет, так у меня ощущение вообще, что он уже в серьезных отношениях, у Ярофанта я его вытащу, лишь сон, так он женат, в очки серьезные отношения, ну, с вами хочу серьезных отношений, да нет, он хочет, короче, выгружить выгоду, понимаете, свою, привернутый маг, опять эти качели дебильные, да, да, абсолютно вообще, просто в жопу, если честно, потому что здесь реально, если какой-то финансовый интерес, или там как-то в связях, помочь вам продвинуться, ну, понятно, да, что у нас есть сакральный жест, это средний палец вверх, о боже, как ненавижу потребители, твою же мать, как же мне прям, ну, не знаю, вам, короче, смотрите, у меня ощущение, что нам должен денег, либо какой-то ресурс, и я так понимаю, что на хромом коне, короче, к вам не подходит, ну, не подкатит, поэтому он будет искать всякие способы, понимаете, к вам подобраться, потому что ему реально нужно взаимодействие с вами, потому что он на ваш, на этой, короче, энергии, очень много тащит, здесь почему еще метафорически может выпадать карта справедливости, потому что, если вы считаете, что с вами так можно, конечно, вот такое оно все будет к вам, понимаете, подбираться, потому что действительно у вас что-то ощущение ценности проваливается куда-то ниже плинтуса в подвалах, а там семерка чаш привернутая и туз жезлов, ну давайте, думает ли человек про измену, ну, есть там у него кто-то, ну, мы как бы сами же видим, ну, мы спросим у карт, потому что есть такое, знаете, что семья это одно, короче, да, это типа не считается, вот, а любовница это другое совсем, это тебе на новый год, так, ну, что там, если все-таки эта ситуация, про то, что вы регулярно с ним встречаетесь, обоюдно, что-то он вам там рассказывает про великую любовь, а я не дай бог, мужа смотрите, есть там у него кто-то, да, это либо разведенная, короче, женщина, либо бывшая, она хорошо, про измены думает, но женщин есть, окей, про измены думает, ну, у меня ощущение, что он мог как бы пожалеть еще, что он женился, что, знаете, сейчас скажу, знаешь, вот у меня ей жена, но мы с ним, ну, просто вот живем вместе ради детей, поэтому давай как бы нас с тобой будет сексом, может быть, когда-нибудь там я на тебе женюсь, ну, как бы на самом деле нет, потому что я же не дурак вообще, да, слишком много меня связывает с моей семьей, вот какая-то такая история, это те мужчины, которые говорят, да, блин, у меня там все плохо с женой, я вот скоро разведусь, как бы обязательно на тебе женюсь, вот какая-то такая, знаете, сказала бы, что, вот, он так, знаете, как он привык, короче, так делать, он реально так привык делать, там, восьмерка Пентапли, он как бы в этом аз и спец, скорее всего, это не одна такая жертвочка, да, ой, это вообще не одна, конечно, такая, король кубков предполагает, что это его нормальная линия поведения, поймете, он такой по жизни, он такой по жизни, ну, что, будущее будем смотреть, будущее будем смотреть с ним, давайте, как он видит будущее с вами, ну, знаете, он ее, короче, раньше видел, но в том плане, что можно бесконечно вам голову, короче, дурить, то есть он вообще просто как-то это, видимо, вы тут прям сильно продавленными личными границами, вот, или, короче, вот, скорее всего, соглашались на те варианты, которые он предлагал, а сейчас что-то поменялось, конечно, иерофант, так он с вами-то в любви в будущее, ты дурачок, что ли, совсем, ты хочешь 5, 5 джон, или в вашей стране это принято, или как, спрашивая про будущее, он мне выкатывает, что оно типа есть у него уже, оно уже реально есть, все, вот, иерофантом, он в семье, короче, то есть он не может типа об этом мечтать, это да, что ты мозг тогда делаешь, делает вам мозг, кстати, относительно будущего, да еще бы, конечно, вот он качает вас на качелях, понимаете, потерпи еще чуть-чуть, да, звезды тебе ко мне укажут путь, вот какая-то такая фигня, а вы что вообще по этому поводу, ну, а тут такая отшельница, короче, да, прям ждет у моря погода, ни с кем ничего, это мой любимый мужчина, кармически единственный, и вот, значит, такое все, все жду, короче, когда ты проявишься, на белом коне, ладно, что там наша сказочка-то, а, так все, хэппи-энд, ну, для вас, конечно же, сейчас я посмотрю, чем оно все закончится, чем оно все закончится, чем оно все закончится, я все знаю, да, то есть, короче, у нас открываются глаза, но я думаю, что они у вас уже открылись, и поэтому, как бы, что-то у нас хорошее, может быть, дальше с этим персонажем, так, девчоночки мои, короче, я тут это, не хочу быть циничной дамой, но здесь более чем все понятно, если обоих устраивает эта ситуация, понятно, как бы, что вы можете пользоваться притяжением, в том числе, сексуального характера, да, и, короче, разводить его на деньги, вот и все, потому что иначе, это будет просто использование ваших ресурсов, все, все, потому что он вас, понимаете, разведет, а ладно, как бы, если не на деньги, а на какую-то, смотрите, как бы ситуацию, что это, ресурсное, короче, вы пострадаете, потом будете смотреть расклады, где же мой ресурс, а у вас внешний раздражитель, который жрет ресурс постоянно, знаете, есть девочка, которую я не беру на консультацию, мне там безумно жалко, и все, и может быть, ощущение, что я тут кого-то игнорю, а я просто понимаю, что на самом деле, ну реально, в основе не там, а некоторые ситуации реально нужно отстрадать, да, их реально нужно отстрадать, а человек это не понимает, ну, по крайней мере, как бы, моя сам совесть чиста, что я пойму, что мы, ну, просто не потратили время напрасно, да, пусть это там, что-то случится с какими-то другими специалистами, там, да, ну, моя совесть к самым главным чувствам, да, такое бывает, вот вы просто чувствуете, что человек не в ресурсе, что он просто от тебя энергетический, короче, подъезд, и самое интересное, что все, что он подъезд, он пойдет свою вот эту любовь, слить, ну, зачем? Понятно, что это как бы не моя ответственность, но все-таки я к тем людям, которые ко мне приходят, отношусь бережно, мне кажется, это залог того, что мир к тебе тоже будет бережно относиться, вот такая была позиция по второму варианту, так, троечка, ну что, я вас приветствую, давайте смотреть происходящее с вами, особняка у нас такая, знаете, колода с сюрпризом, сюрприз, 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 да здравствуй, сюрприз, люблю состояние, когда уходишь вот прям в поток, болтаешь, 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 что такое прям ощущение выбирания, то, что ты, просто выбираешь абсолютно все, что происходит снаружи к себе, так посмотрим, ваш не наш, потерпите чуть-чуть, мне нужно погреть руки, вампирчики, пришли на просмотр, сколько все-таки слива энергии, девчоночки мои, вы сливаете, или вас сливают, ой, у меня ощущение, что вас реально как будто выводят на эмоции, прям этим подпитываются, подпитываются тем, что как будто кто-то опора выбивает, смотрите из-под вас, табуреточку, расшатывают вас на эмоции, ой, ладно, я же с вами тут не лично сижу, хотела тут немножко нецензурно выразиться, надо же не забывать о чем, где я нахожусь, в общественном месте, ютуба, давайте, общественный портрет вашего персонажа, общественный, да, психологический, ясно, но он умеет, он такой, знаете, считаешь, он женскими энергиями управляет, что женщина прям, что из трусов выпрыгивает, королева жезлов, лифчики на сцену бросают, то что, или у тебя просто, это, женщина истеричка, а тебе кажется, что ты прям умеешь управлять женскими энергиями, на это не что иное, что у тебя просто у самого очень сильная, это женская часть, сильно женская часть, поэтому ты очень сильно чувствуешь, сильно чувствую женщину, много поклонниц, восьмиклассниц, ясно, я говорю, знаю, что нужно, я говорю, знаю, что нужно женщинам, я говорю, это знаю, Паш Пентакли, пожалуйста, и вполне возможно, что человек может брать за ботушкой, кто у меня, мой прекрасный студент, что Паш Пентакли, означает, наша с вами интерпретация, за ботушку, да, там, я не знаю, бухтери там привезти вам, знает, сколько ложек сахара, класть, да, ваш чай, какой интересный, а он со всеми так, ну, только если он выделяет, только если он выделяет, мне кажется, женщину, но у меня ощущение, что женщина действительно очень быстро привязывается к нему, да, и очень хотят в замуж, вот, ощущение, что, короче, периодически, ей кажется, что она его воспитает под себя, да, будет, короче, видеть веревки, но ни хрена подобного, он, как только понимаешь, что женщина начинает манипулировать, очень резко сливается, как только женщина чувствует, что она обладает определенной властью, что она действительно воспитает его под себя, чтобы он там ей, я не знаю, что он кофе там с утра варил, да, или массаж ножек делала, потому что он, типа, она же вот думает, что он есть такой забудливый, но очень резко сливается, то есть его эксплуатировать не получится, потому что он такой немножко у нас прохаванный персонаж, ему постоянно нужно женское внимание, смотрите, у него ощущение, что он очень много вкладывается, ни хрена это никто не ценит, да, поэтому, видимо, как-то женщины недостойны его усилий, ну, вообще, действительно, есть, короче, вот такое, что ему очень важно быть нужным и важным, да, что он сам действительно может быть донором для различных женщин, которые просто, что делают, его доят, в доят, он такая дойная корова, но уже, конечно, совсем не дойная, просто, посмотрите, здесь пробитые со всех сторон, все уже, все уже, финал, я так не хочу, не могу больше, мне нафиг не нужно, все, начинают злиться, скорее всего, да, на женщин, у которых, вот, различные лапки, нравится, кстати, и женщина с лапками, мне правда нравится женщина, знаете, с такой прям тонкой душевной организацией, таки немножко беспомощной, мне нравится женщина с лапками, конечно, очень нравится это вот, это прям, смотрите, смотрит на них, как на хлебушку, да, только, короче, там есть ценность, ну, обиженный, да, такое, ой, я обижен злой судьбой, ах, зачем я, король мечей перевернутый, вполне может быть, что, то, что, вот эти женщины, которые, условно, там, жаловались на свою нелегкую жизнь, там, довели, там, на деньги, короче, и так далее, вот он, скорее всего, запускает во френдзону, а только потом это же отношение, нет, он не идет сразу резко в отношения, такое, короче, не бывает с ним, он сейчас запускает во френдзону, и если ему женщина нравится, конкретно, сильно, вот он, ему очень сложно это показать, ему очень сложно это показать, поэтому он через девятку жезлов может проявляться через легкий троллинг приветствуются, да и знакомый чувак, который прям вообще мало чего себе представляет, но при этом ему нужны блондинки с, как он называет, пляжной фигурой, да, это когда большой бюст, тонкая талия, большая попа, то есть такая прям фактурная такая девочка, это вообще он такой привередливый, ну, а ты так смотришь и понимаешь, что, а ты ей что вообще, пищечку, ну, короче, вот в таком ключе, так вот и здесь, на самом деле, достаточно высокая планка на внешность, вот, знаете, чем он берет, он берет, короче, тем, что показывает свой какой-то цинизм, что он, показывает, что он, человек, вот, как будто отодвигает дальше, ну, все, женщина влюбляется, потому, скорее всего, есть определенный, а есть определенный типаж, вообще, кто в него влюбляется, да, расскажи еще, кто влюбляется, только пентаклей, те, кто хочет отношений, серьезных, стабильных, чтобы что, кто, короче, у него влюбляется, не зрелые люди, а с потенциалом, почему влюбляется, потому, что считает тоже, что он весь такой непризнанный гений, да, короче, не раскрытый потенциал, то есть, мы сами про себя так думаем, таких людей притягиваем, про нераскрытый потенциал, короче, про сотрудничество, совместное зарабатывание денег, вот такое вот все, значит, ему такие женщины не нравятся абсолютно, он с такими женщинами чувствует себя ущербным, потому, что ему реально нравится вывозить, вот он когда не вывозит, не берет на себя вот это и много всякой там обязанностей и так далее, он, видимо, что там как-то чувствует, что он своей женщине мало что может дать, там перевернутая сила, а ему нужно прям показывать свое всемогущество, еще скажу что-то про себя, задолбала, да, тебе все? получается, что тебе кажется, что ты разрушаешь женщинам жизни? серьезно, это так? господи, ах ты, мамик, он разрушитель? не знаю, мне показалось такой обиженный пирожочек, а тут у нас, смотрите, разрушитель женских жизней, нет, не можно идти в отношении шестерка кубков, он достаточно семейный, и, собственно, если, собственно, женщина влюбляется, то это прям надолго, он однолюб, он не многоженец, совсем, но есть еще ощущения у меня, они очень такие приятные, даже не могу, шлижечка, гадкие, которые связаны с тем, что он все еще скучает по какой-то любви, которая не сбылась, не сбылась, у вас с кем-то смотреть семьи хотел нам, то есть, видимо, женщина разрушила его жизнь, он теперь такой алой верды, короче, девочки, я значу за какой-то мифическую бабу буду всем мстить, ну, понятно, да, ну, это какая-то незрелая фигня была, абсолютно незрелая фигня, такая иррациональная, достаточно, человек очень сильно хочет семьи, ну, почему-то считаю, что недостаточно хорош, да, для семьи, непонятно, его здесь не выбирают, да, его здесь не выбирают, ну, короче, ладно, ну, что, давайте прочувствуем, чувства по отношению к вам, если это дружба, окей, а вот вторая женщина меня тут сильно смущает, ее прям зачеркнуть хочется, либо он специально вас, короче, отодвигает, заставляет ревновать, сейчас глянем, мы тут сейчас все раскопаем, короче, смотреть сегодня хочет, чтобы вы думали, что эта ситуация как-то, возможно, серьезно, потому что, либо отношение на расстоянии, как колесо фортуны, либо что, либо здесь у него женщина меняется, короче, как колесо фортуны, я так хочу сказать, здесь есть ощущение залипона по отношению к вам, вы действительно как-то все это прям поймете, как это будет проявляться, либо это реально через какое-то повышенное внимание, но при этом через какое-то весьма агрессивный троллинг, или такой, знаете, прям агрессивный показательный игнор, кстати, еще может быть, потому что он всячески показывает, что, короче, вы для развлекухи, да, сейчас, да, это есть еще не отношение на расстоянии, потому что, может, какой-нибудь курортный роман, ну, слушайте, может, правда, у кого-то просто виртуальный секс, а мы тут рассказываем про человека, да, или, скорее всего, какие-то желания совместного характера могут быть, опять же, может быть, ощущение кармичности, ощущение, что вот мне прийти, тебя сказали, нагадали, предсказали, я тебя увидела во сне, короче, и вот прочее, прочее, прямо на уровне души, короче, вскрыл, да, персонаж, мы очень сильно хотим, чтобы он очень эмоционально к нам проявлялся, ну, ладно, скучает ли наш благоверный, ну, чей-то скучание там присутствует, хочет, чтобы вы скучали четверка мячей, он хочет, короче, понять, скучаете ли вы, хорошо, а если он поймет, что вы скучаете, то что? Девятка, пентакли, так, говорит, надо, да, мне, говорит, надо, чтобы она скучала, да, смотрите, прям ждет, короче, проявление от вас, скорее всего, инициативы, и чувство, что он реально нужен, да, что он не просто так, скорее всего, конечно, а он что, прям как-то в вас вкладывается, он пока не знает об этом, ну, вполне возможно, что может быть вы тут с вами как отками зацепили его сердце, короче, настолько, что вот он может присмотреть свое отношение к женщинам ради вас, либо ради вас, короче, ну, отношение к женщинам, короче, либо отношение к зарабатыванию денег, да, потому что, вот он, видимо, понимает, что ему саленем, либо нужны, такая история, да, на движение, короче, вперед вы можете прям вполне его стимулировать, может быть, кстати, на покупку билета, понимаете, опять же, вот есть ощущение, короче, прям разворачивание сценария, ладно, давайте, что скрывает от вас, что от вас скрывает-то? Ну, а кто такая королева мечей? Мама, бывшая женщина, какая-то холодная бабища, да, рядом с ним? Нет, ну, если это мама, короче, он очень не хочет, получается, что вас не знакомить, тройка жезлов, или что есть какая-то холодная бабища там рядом с ним, и что она королева мечей? вот здесь он видит перспективы отношений, кстати, там ему хорошо смотреть король кубков, доси, вот он прям в своем месте, еще раз, а что за отношения у него с этой королевой мечей? он в чувство не идет, он в чувство не идет, там что, там есть какое-то ощущение ревности, что ли, к этой королевой мечети, что бывшая женщина, потому что она точно не с ним сейчас, опять же ощущение треугольника, может она не его выбрала, ли он ее не выбрал, короче, какая-то такой, блин, такой замес непонятный, кто-то опять что-то кого-то не выбрал, ну, вот смотрите, да, восьмерка мечей, шестерка жезлов, женщина не захотела, что-то, женщина, короче, не захотела, ну, давайте так, думает ли он про измену, думает ли он про измену, ну, вам, естественно, да, девятка чаш, король жезлов, но такой считает, что он, видимо, никому ничего не должен, а женщина конкретно есть, с кем он бы, хотел бы, или мог бы вам изменить, женщина есть какая-то конкретно, так ли, но он такой говорит, что если я захочу, я найду, понимаете, если я типа захочу, я найду, но у меня ощущение, как он, короче, ложные представления, собственной охеренности, понимаете, у человека, прям ложные представления, ладно, ну, окей, может быть, такое есть, давайте будущее, будущее, он вообще видит с вами, да, что ж такое-то, ну, хорошо, и что-то-то прозрел, да, розовички разбились, тут есть чувство, наконец, это стало чувство говорить, так, а это завершение цикла, или начало по карте мира, ну, он, безусловно, как-то вас выделяет, сто процентов, да, вышел, видимо, из состояния иллюзий, там, видимо, будут какие-то достаточно яркие действия, да, будет что-то взвешивать, будут очень яркие действия, неожиданные для вас, как только он справится со своими, там, кризисами жизненными, так он серьезное будущее рассматривает, он, что женат, у меня ощущение, что у него, короче, есть какие-то долги, либо эмоциональные, либо, короче, финансовые, понимаете, он вам, короче, об этом не говорит, но здесь, на самом деле, ощущение, короче, от тех, кто дает ему в долг, я уж не знаю, мужчина там, или женщина, какая-то такая, смотрите, история, просто, если планировать, короче, будущее, с вами нужно расставаться с прежними, какими-то долгами, он не готов это делать, он что-то не хочет отдавать, он что-то не хочет терять, хорошо, а если бы получилось расстаться с этими всеми долгами, он бы видел с вами будущее, да вы знаете, это на самом деле, просто вот какой-то такой момент кайфа, это реально, на самом деле, момент, короче, кайфа, но который не приводит к каким-то серьезным последствиям, а мы страшно еще думать про какие-то серьезные последствия, желание есть, а вот движение, вперед, как-то я сильно не вижу, то есть у него, видимо, нерешенные, короче, вопросы, не связанные с вами, и вот тут сложно, короче, двинуться вперед, решать что-то серьезное, пока он с этим всем не разберется с количеством дров, которые он наломал или пытается наломать, да, такое, короче, состояние, залипу на умеренности, короче, и фиесты, пока, значит, чувак просто поймет, что ему с этим, всем делать. Вот такая была история по третьим вариантам. А с вами была я, ваша нейроведьма. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok